А спонсором этого видео является игровой канал Xyron Ark Survival Evolved. Приятный голос, интересные видео. Xyron, ссылки в описании. И всем привет, дорогие друзья! С вами снова NoFix Jumbo! И Шиморо. И сегодня мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved, но у нас сегодня интересные цели и задачи. Многие слышали, что в игру ввели металлический лук с металлическими стрелами. Он очень силен. Насколько силен, мы узнаем, ребята, в этой серии. Прямо сейчас мы полетим по, значит, этой речке по нашей, где у нас находится замок. Да, получается? Да, по ней. И, соответственно, там будем тестить на различных видах животных. От Тирекса до всего прочего. Господи! Что такое? Что такое? Кто такие? Кто это прилетел? Не знаю. Давайте посмотреть. Ark Empire. Решили на наш замок, что ли, прилететь, слетать? Я не понял. Ну, вот, в общем, ребята, ладно, не будем увлекаться этим. Сейчас полетим вниз, соответственно, и будем тестировать луки. Если будут бомжи мешать, ребята, аккуратно их отстрелим. Соответственно, главное сделать вид, что это не мы. Ой-ой-ой, мы в динозавра стреляли, что-нибудь типа такого. Да? Типа, ай-яй-яй-яй, а как же так ведь? Вот. Ну, а то что-то как-то они неинтересно как бы прилетели. Не вовремя. Мы тут тестированием, значит, занимаемся, а они прилетели. Нам нужны сейчас кто? По факту. Сильные противники, правильно? Но мы на всех, наверное, потестим. Вон, Бронто, например. Сколько стрел понадобится на Бронто? Мне интересно. Сынок, не гавкай! Сынок загавкал. Прошу прощения, сейчас одну секундочку. Хорошо. Вот. Давайте сейчас на Бронто, наверное, попробуем. И потом на трайках и, соответственно, на Терексах до всего дойдем. Бомжи, которые, соответственно, будут сейчас летать рядом, мы их быстренько с вами... Тю-ти-тю, там вон Карну. Давайте Карну запиндюрим. Скажите, сколько стрел вы выпустили. Давайте, я первую запиндюриваю. Я в нем застрял. Раз. У нас может быть больше проблемы. У нас еще спинозавр приходит. Три. Три стрелы. И все. Три стрелы, дорогие друзья. Бронто. Ну-ка, дайте-ка я в соло Бронто убью, ребята. Ради интереса. Попробуем? Да. Раз. Васьтецким. Два. Три. Ой, он сильный. Четыре. Красней. Пять. Ну же. Шесть. Еще. Семь. Не грызите. Восемь. 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 С спинозавра двух убей. А, давайте, давайте попробуем. Шестой. Давайте, хорошо, давайте попробуем. А, на воде сейчас скажу. За тобой бежитрат с восьмой. Ребята, точное количество ресурсов на изготовление одной стрелы. Ваншот сорокового левела Раптора. Один выстрел. Сурцы на данную стрелу. Там должно быть написано где-то. Три металла, одна паста, один полимер, три файвера и три сена. Просто жесть. Дофига. Да. Раз. Ваншотнул сорокового Раптора, представляете, с нею? Два. Ну, может, у нас он будет сильнее, чем кто-либо. Да, понятно. Ну, вот сейчас проверим, насколько он сильный. Если что, меня подхватите. Пока не надо. Сейчас скажу, когда. Он, блин, какой-то нуб. Куда ты бежишь от меня? Он испугался, лол. Спрятался за камни. Черт. Чувак, подожди. Поговорим. Ребята, я убил его. Ребята, спина сбежал. Семь выстрелов. Семь. Вы представляете, какая это мощь? Нет, это просто нереально. Ну, полетели дальше. Пойдем, может, найдем еще что. Давайте вместе попробуем. Вот как Трайп, если нападет, налетит, допустим, на одно животное? Насколько быстро мы сильного кого-нибудь убьем? Будет там Терекс, либо кто-то еще. Просто с Лучецких. Это просто жесть. Он еще один спина. Где? Спина пошли, он 28-го левела. Ну вот, мне кажется, мы выстрелим по два раза, и это будет минус спина от троих человек. Просто три члена Трайба, ребята. Это просто нереально. Просто нереально быстро, как мне кажется. Надо будет найти бомжа какого-нибудь и прострелить его. Посмотреть, насколько... Ладно. Давайте, погнали. Все готовы? Раз. Два. Получается. Три. Вы попадаете? У меня что-то стрела не перезарядилась. Я свою птицу вообще попал. Каким-то макаром. Ой-ой-ой-ой, он уже краснеет вам. И уже убегает. Он убегает, да, ребята? Нолфакс убил мою птицу! Нолфакс! Тебе показалось. Нолфакс в крыло! Маленькая. Маленькая. Как Трайб охотится, я хотел показать. Ну, сука, не на своих же птиц. Маленькая. Ладно. В честь нее я покрашу тетиву. Ее кровью. Господи! Нет! Ладно, не будем. Она была маленького левела, ничего страшного. Нофакс засандалил. Ладно, ребята, вы этого не видели. Вы этого не видели. Мы продолжаем тестирование лук. Как нам не жалко птиц наших маленьких. Она все равно была некрасивая, на самом деле. Вот, ладно, поехали дальше. Побежали, побежали. Ты что, придется вам меня подхватывать. Сейчас. Ваншотнул просто сладенькую мою. Ты куда вы? Ты что там, с десятью стенками выбегаешь? Да. Slow fucking motion. Дэйч. Дэйч. Жесть такая. Они, главное, анимации тупо замедлили. Они не замедлили. Знаешь, что человек уставший идет. А просто тупо медленная анимация бега. Like Владимир Белочки. Ладно, пойду поохотишь. Че сморишь стоишь? Мы птицу потеряли, блин. Стоит паразавр, хвостиком виляет. На тебе, блин. Ему пофиг. Вот он. Два выстрела. Конечно, охота крайне быстро проходит, на самом деле. Вот если... Ну и стрелы дорогие, по факту. То есть, стрелы дорогие. И не всегда можно обратно подобрать, это минус больше. Мне... Мне знаешь, что кажется, что для ПВП этот лук больше подходит, чем для охоты. Потому что дешевле патронами охотится на животных по ресурсам. Ну давай тогда, подхватывай. Господи, елки-палки. Птицу потеряли на охоте. Че ж за фигня такая? Ладно, побежали. Может сейчас горящего найдем кого-нибудь. Заодно экспириенс апнем. Вон там, вон. Птеры. Но Раптора сорокового ваншотнуло. Меня это порадует. Понимаешь, просто одна стрела, я считаю, на убийство динозавра, который может дать экспириенс. Я считаю, нубасиком можно прокачиваться. В Трайп, например, если входят к людям какие-нибудь нубасики, им выдаешь лук и говоришь, иди. И они идут. Вот этот вот, подожди-ка. Двенадцатого левела. Сколько на двенадцатого потратим? А симпатичный. Сиреневый. Симпатичный-то симпатичный. Главное, чтобы отлетал прилично. Ну, как-то на него столько же получается, насколько и на большого левела. Что-то я вот уже много стрел высунул. Выстрелял. И что-то как-то странно. Смотри, вот он покраснел. Да, ему сейчас ваншот прилетит. Опять сбегает, а? Нет, ну вы посмотрите, ребята, на это дело все. Бегунки. В шимурку. В шимурку боятся, да. Но вон, в голову просадил. И пофиг. Что-то даже больше стрел, чем в другого, ребята. Фигня какая-то полная. Ты в другую сторону стреляешь. Все, это глюк. Сетевой десинхрон, что ли, был сейчас? Да. Есть такое, периодически. Подожди, но... Черт подери. Очень много просадил, получается. Про впустую, да? Да. Офигеть. Но я уже стрел потратил, конечно, много. У меня еще 52 стрелы есть. Это именно вот на птицах, когда такое происходит. Иногда. Ну вот раптор бежит. Пожалуйста, сейчас. Дэнч, 72-й левел. С первого раза! 72-й левел. Вот он. Не раптор, это дила. Дила, в смысле. Самка крокодила. С первого этого, блин. Ребят, ваншот, 72-й уровень. Ваншот. А че ты... А че ты не взял трофей? А че там... Че там надо было взять? Его можно взять. Кого его? Тело? Да. Еще его таскать с собой? Ну-ка, давайте попробуем крайний навык стрельбы по... Птеродандону. Так, сейчас. Пейнч! Ага, конечно, ему пофигу, ему вообще. Вот так вот убил сразу же. 116-го левела. Птеродактиль. Ваншот. Ребята, ваншот. 116-й. Просто невероятно, это просто невероятно. Так, сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это просто жесть, ребят. Как вы считаете? Крутой лук? Очень крутой. То есть, получается, врага на птеродандоне легко сбрить, соответственно, с этого лука. Просто попав по птице. То есть, этот лук идеален для стрельбы по летающему противнику, который на тебя пытается напасть, например, с воздуха, на мой взгляд. Полетели дальше, чё? Пролетим, посмотрим. А вы как считаете? В трайка. В трайка? Да, в трайке я не думаю, что он. Да он уже вон раненый. Да. Знаете? Ладно. Пускай живет. Просто не удержаться, конечно же, от такого веселья. Так и хочется на кому-нибудь натянуть, блин. Блин, жалко игроков нигде не бегает. Мы бы случайно попали, сказали бы, вот я целился в другое место. Ну, знаешь, как это делать? Подло. Вот как мы любим. Да-да-да. То есть, подляночку такую, как бы, целишься в динозавра. Ой, прости! И приятно сразу становится как-то. Жалко, никто не бегает. Надо бы найти кого-нибудь. Найти кого-нибудь. А чё, чё, чё подло-то? Просто можно найти кого-нибудь и сказать, чувак, постой, подожди, я в тебя выстрелю с лука. Мне кажется, так будет честнее, правильно? Да. Вон, пойдем там посмотрим, вон там спросим у кого-нибудь, можно в них пострелять, нет? Ну, если не разрешат, просто постреляем, да? Ну, да. Ну, да, но это будет честно, по крайней мере. Чё нам, блин, юлить? А мне кажется, здесь Билл уже был. Здесь Билл уже был? Черт подери. Да, здесь уже, ой, здесь уже Билл, ребята, был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть кто дома? Хозяева! Уже их нет и не будет, видимо. Это были хантерс, охотники. Ну, вот. Жалко. Здесь Билл уже был, да, ребята. Неприятная ситуация, люди на сервере иногда кончаются. Кончаются. Вот. Особенно, если с нашим Трайбом в чате залупаются. Это как-то быстро происходит, они выпиливаются автоматически. Так, давайте сейчас посмотрим, что там дальше будет происходить. Полетим. Ты застрял в здании. А, у меня есть 21С4, но у меня нет пищалки, кажется. Ты застрял в здании, в смысле, птицы опять? Да. А что, залетел в него, что ли? Забаговало. Бывает такое, что ты возле здания, и вдруг ты как будто... Вот, вот ты вылетаешь же. А! Не могу. Надо стенку с внешней стороны взорвать. Как мне кажется. Давай. Вот в рот, по этот угол. Давай попробуем. Но пищалки нет у меня тоже. Не, есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все сделаю, сейчас все сделаю. Пожалуйста. А, уже пошло. Пока вы там разбираетесь, естественно. Все быстро делается. Ёлки-маталки. Подошел, взорвал. Дом не заражен. Я в нем был уже. Так, ты можешь меня подобрать? Я могу. Никто не бегает у него. Да, могу. У тебя птица просто дергается. Странно. Просто дергается. Просто лапками так тенч, тенч пытается подхватить. Давай. Опа. Все, вижу. Что, что, Джамба? Вылетаем? Пошли. Да тут нечего делать. Здесь нет никого. Не на ком проверить лук. Там, кстати, в доме было такие ящики. В смысле, целые? Там что-то было? Да. Ну, я не видел. Я там... Тут вот рядом уже хибарка какая-то стоит. Никого не видно. Никого не видно, к сожалению, рядом. Но надо лететь дальше. Надо лететь. Так, вон там, вон еще трайк у нас бегает. И... Кстати, пуканов нет нигде, не видно. Да, пока не видно. Ну, вот мы неплохо так вчера убили, конечно. Карна с Терексом. Ёлки-маталки. Да. А здесь вот что-то никого. Чтобы еще раз так. Да-да-да, не говори. Ну, просто их нет, видишь. Видимо, кончились опять. Или подожди. Нет, кончились. Ничего не видно. Ничего не видно. Но меня порадовало то, что Птеродандона убивает с первого выстрела. Это раз. 116-й левел, я считаю, это большой уровень. На самом деле, для ваншота. То есть, по идее, Птеродактиль довольно бесполезный получается. В плане, как вид передвижения. Любой лучник. Он как вид передвижения хороший чисто для скорости. А так именно для атаки или чего-либо нет. Что? Наш Аргентавис убил Додо? Какого Додо? Не нашего, надеюсь? А то у нас там есть один Додо-беженец. Он под замок, ребята, провалился. Бедный. Там была крайняя ситуация у нас. И Додошка решил сбежать. Сбежал, упал под замок и сейчас там находится. Опа, подожди. Здесь костер и жжет кто-то, нет? Или мне кажется? Не, нет, тут костра. Ну, тут кто-то уже побывал. Блин, разруха, ребята, на сервере творится какая-то. Просто не могу понять. Кто эти негодяи, которых все уничтожают? Неизвестно. Неизвестно. Подлецов наказать бы этих. Черт подери. Все дома зарейдены, ребята. Все. Они не дают развиваться. Не дают развиваться просто людям мирным. Мирным жителям, кто живет и процветает. Пытается процветать на острове. Но вот такая ситуация происходит постоянно. Не знаем. Мы пытаемся выследить этих негодяев, соответственно. Все меры к этому и усилия прикладываются. Но подонки живут. Подонки живут и расстраиваются где-то. Но мы найдем, мы найдем, ребята. Обязательно отомстим, естественно, за всех. За весь остров. Мы же на защите. Как там говорил Вратберот. Я Бэтмен. Этого сервера. Что-то такое было. Вот. Но так как мы, дорогие друзья, являемся крайними защитниками, естественно, мы с этим делом разбираемся. У нас Билли обычно этим занимается. Да. Вот. Он ищет тех, кто рейдит. Да. Он ищет, наказывает. На налоги, естественно, подсаживает. И, соответственно, все хорошо. Но пока я не вижу, где бы еще потестить можно было. Видишь, людей. Крайнего врага бы найти какого-нибудь. Крайнего врага. Надо развести какого-нибудь игрока на дерзость, мне кажется. Чтобы это было обосновано. Как ты считаешь? А то просто в лицо стрельнуть будет как-то, ну, грубо, мне кажется, да? Да. Слишком грубо. Слишком. Вот. Мне тоже кажется, что это все слишком грубо. Да, надо спровоцировать его. Вот. Провокациями очень многие люди любят заниматься. Особенно там комментарии на Ютубе, где-нибудь ВКонтакте. Вот. Так мы вот в игре сейчас таким займемся. Просто спровоцируем. Скажем. Эй, ты! У тебя некрасивый шлем! Ну, наверное, он не поведется. Ну, неважно. В общем, как-нибудь спровоцируем. Главное найти бы. Кого? Видишь, никто здесь не живет. Что-то. Куда-то нас в пустыню какую-то повез. Не вижу. Джамбо, ты там за нами? Я не вижу. Мы сейчас на Южном побережье. А, ты чуть-чуть отстал, и у тебя опять... С микрофоном. Какая-то фигня. Буду у тебя это. Странно. Ладно. Вот тут вот скала красивая, кстати. Никто не живет, смотрите, ребят. Никого нет вообще. Никто не строится. Где? Где все? При этом, что сто игроков на сервере. И никого не видим и не слышим. Все прятаются, что ли? Надо сейчас спровоцировать кого-нибудь. Кого бы спровоцировать? Вон там, вон, здание какое-то внизу. Ну, я думаю, будет огонь гореть ночью. Хозяин! Ты дома? Нам нужно кое-что проверить. Нет, нет, да. Ну, мы огни, наверное, увидим. Джамбо, догоняй нас. Мы где-то тут. Мы где-то на острове. Так, тихо. Там голубой. А под голубым обелиском, может, кто-то есть. Смотри, огней не горит, видишь? Постройки есть, но не горят огни. Скорее всего, люди не присутствуют. Обычно же у всех там все горит и светится сразу. Да. Мне кажется, или где-то горячий пукан может быть рядом. Возможно. Какое-то затишье и пляж чистый такой, знаешь. Зачистили его уже. Ну, горячие пуканы же зачищают, по сути. Вон, свет. Вон, да, посмотри. Опа! В какую сторону вы полетели? Вдоль речки, в сторону синего обелиска. Рядом, да. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай, тихо. Присаживайся. Выпусти меня, выпусти. I'm friendly. Please don't destroy my house. Я... По... Друзелюбин, пожалуйста. Не введите меня. Хозяин, привет, открывай! О. Как дела у тебя? Нормально. Друзелюбин, говоришь? Что там дома есть у тебя? Что? Вкусненькое есть? Что, женщины, дети? А, ты только начал, что ли? Только построился. Да, вот, за сегодня построил. Молодец. Развиваешься. Не знаешь, на ком можно лук потестить новый? Ну, можно. Мне, у меня вот кровать, я... Блин, как же классно, что я тебя встретил! Спасибо тебе! Я тут нашел человека. Так, все, я... Нашел человека, Джамбо? Спасибо тебе, бро. Тащи сюда. Тресайся, тресайся. Тащи сюда человека, будем тестить лук. Блин, ну почему? Ну я же хотел... Блин, нофикс, я же хотел добрые серии снимать. Ну это добрая серия была. Он же согласился. А, ну да. Спасибо тебе еще раз, дружище. Лук больно стреляет, кстати, очень. Прям вообще, даже если я в ляжку попаду. Не за что. Спасибо большое, спасибо тебе. Ты настоящий вообще. Вот мы бы долго искали, я думаю, кто бы согласился. Как бы мы же должны все это с согласия делать, правильно? Тяжело, тяжело найти человека, который согласен дать... Вогнать в себя стрелу. Таких очень мало в наше время. Ладно, спасибо, развивайся. Мы тебя трогать не будем, естественно. Если что, если кто тебя обидит, наших найди людей. Мы им разорвем жопы. Вот. Полетели, Ла. А где Джан? Зеленый луч далеко от вас? Нет, рядом. Летим, встречаемся на зеленом. Ты тащишь человека какого-то? Да. Он в хитине. Он бомж? Он в хитине. Но он не разговарчивый? С железным компьем. Говорит. Что говорит? Жопу тебе порвет. Обратно. Жопу тебе порвет, нет? Я не понимаю, что он говорит. Нет, он хоть раз тебе угрожал, но надо зацепочку. Мы прямо под зеленым лучом. Мы прямо, да. В нем мы, да. Вот я подлетел. Вот это встреча, эпик. Где он человек? Здравствуйте, сэр. Можете считать, что вас забрали инопланетяне? Сейчас прилетит наш космический корабль. И... Эй, блин, это луч космического корабля! Ты че, блин, сделал? Джамбо. Джамбо. Подсветите, пожалуйста, его. Дружище, у нас сегодня очень важное задание. Мы должны протестировать металлический лук. Не знаем, на ком. Ты можешь нам помочь? Не-не-не-не. Че ты прячешься? Не-не-не-не. Очень важно протестировать. Очень важно протестировать. Ты должен нам помочь. Мы нашли только тебя. Пойми нас правильно. Блин, я только начал развиваться. Не-не-не-не. Ну в ногу хоть разреши. Ну в ногу. В ляшечку. Ну, ну ладно. В ногу. Вот в пятку стреляю, обещаю. В мизинчик. Давай, в пятку. Скажешь, сколько хп отнялось? Сколько? Половина. Половина в пятку? Это жесть. Братан, это такая сила. Ты не представляешь. Ладно, спасибо тебе большое. Жесть какая. Это ты в хитине был. Мне кажется, я сдала 87. Скорее всего, она бы убила тебя, если бы у тебя была голая нога. Скорее всего, да. Ты видишь на земле, что валяется? Спальник. А знаешь, для чего он нужен? Для того, чтобы мы протестировали лук полностью. Ты заберешь свое тело снова. Да, я это не смогу починиться. У меня это хитина больше нет. Ты снимешь броню, я выстрелю тебя в руку и убью тебя. А ты возродишься. Да давай, че ты? Это не страшно. Ты же все, снова будешь жив. Слушай, это не как-то... Это же не сильно издевательски как-то, да? Да, не. Не сильно грубо. Спасибо тебе. Снимай броню. Снимай броню, я тебе выстрелю в руку и попробую тебя убить. Я попаду тебе в палец. Мне интересно. Считай, что тебе взяли кровь. Перчатки, перчатки, перчатки. Слушай, а если я попаду тебе... Ладно, давай в палец. У меня аж пол хп. Как-то неинтересно. Да, неинтересно, давай адрегенимся. Есть еда? За это, кстати, я даю тебе вот это вот в дар. За то, что ты помогаешь нам тестирование проводить. И... Такую фигню мне же давали. Что сказал? Ты не принимаешь дары мои, что ли? Да нет, лучше. Да, принимай с радостью, естественно. Скажи, что с радостью. Блин, мне не хватило ягод. Ага. Я дам тебе вот это. Я дам тебе вот это, на. На. Это настоящее вкусное мясо из нашего замка на скале. Свежее. Готовили лучшие шеф-повара. И... 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 И все, больше тебе ничего не подарю. В общем, ты живой? Целый? Здоровье? Нет, еще восполняется. Не забудь принять дары. Если они исчезнут, будет плохо. Там 17 красной краски, представляешь? Скины для твоих друзей. Ну, в общем, полное хп у тебя уже? А где вообще краски-то? Краску... А как делать краску? Сварить. Что ты делаешь со своим топором? Я не понял. Ты сейчас наше замковое мясо полностью сожрал, что ли? За один присест. Там же нет. Ты знаешь, сколько стоит это мясо? Я люблю поесть. Это же мега прайм мид, блин. А че так долго хп восполняется-то? Икс нажми. Приляжь. И нужно лежа это восполнять. Чуваки, надо его, по-моему, убить просто так. Че-то какой-то он странный тип. Меня кто-нибудь видит? Да. Где? В пустике. Ниндзя. Посмотрите, ребята, маскировка. Маскировка от Джамбо. Такой шлем динозавра. Ну все, ты готов? Давай, вставай. Мне нужно в мизинец попасть. 150. 150, хорошо. Это ваншот, скорее всего, даже в мизинец. Ну давай проверим. Сколько? Нет, сколько? Пальчик попал. 52. Сотку в палец. То есть сотку в палец, представляешь? Ну и, соответственно, если я выстреляю тебе в член, то уже, да, ничего не будет. Ну, восставай, вот он, спальник. Он встанет? Не разбирайте главное тело, а то... Да, все, 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 ты встал. Да, то есть, естественно, 100 хп снимает даже в руку. Но в любом случае, спасибо тебе за тестирование. Ты настоящий друг. Спасибо тебе, дружище. Вот тело, вот. А как у вас страйп называется? А, я один. А, ты один живешь? Не забудь собрать с тела вещи. Вот же, вот же тело. Ты не видишь тело? Все, вижу, вижу. Ладно, полетели, бро. Нофикс. Ловлю тебя. Мне кажется, он плохо выполнил свою задачу. Ха-ха-ха-ха-ха! Я не удержался, ребята, простите меня. Дай-ка, я сейчас посмотрю. Может, я не удержу. Не, ну, ребята, правда, неправильно сделал, пацан. Да, он не удержал. Ох, ну, для тех, кто хотел Владимира Белочкина немножечко, дорогие друзья Марки. Соответственно, вот вам немножечко dance, like Владимир Белочки, from H1Z1. Не щадим никого. Вы хотели смертей? Вот, пожалуйста, вам приношение на стрим. Парень, все равно мы ему поможем всегда ресурсами, не переживайте за него. Его никто трогать больше не будет, но он сделал свое дело для серии, дорогие друзья. А теперь можно писать в комментариях насчет того, какой я злой, агрессивный и нехороший. Как бы, ну, как это любят делать, естественно, давайте, бомбите пуканчики. Ну, а, соответственно, всем остальным нормальным ребятам. Спасибо вам огромное за просмотр, за ваши большие пальцы вверх. И мы увидимся на следующем видео, либо онлайн-трансляции. А с вами был NoFaxJumbo. И Shimoro. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok